Рано утром я стою, три часа на работу и иду, потому что половина четвертого. Каждое утро я сюда захожу и перед сном захожу. Каждое утро Гульгина Гаязова начинается здесь. Она очень долго стоит и разговаривает со своим сыном, который гордо смотрит на нее через фотографии. Больше года тому назад Ирик Садыков героически погиб в зоне СВО. Похоронили солдата в городе Валуйке, Белгородской области. Там у него жена и маленькая дочь. Ирик похоронен на кладбище героев. Я ездила и на похороны, посчастливилась съездить и через год. В селе Верхняя Ошма женщина переезжает после гибели сына. Это было его желание. Ирик всегда мечтал, чтобы я жила в родной деревне, рассказывает мама солдата. Чтобы забыться, женщина начинает обустраивать быт, сажает много цветов и заводит скотину. Вот ассорти, вот рассольник. В этом году Гульгана Ханум закатала около тысячи банок солений. Среди них и огурцы, и помидоры, и грибы. Компоты из разных сортов ягод. Все, что любил Ирик. Скотину в банки и скотину много держу. В огороде цветы сажаю. У меня большой огород. Сытым я забываюсь немножко. Спит наша героиня всего 3-4 часа в сутки. Я не знаю, как с этой болью жить. Но никого я ни в чем не виню, признается Гульгана Гаязова. Я верю, что мой сын погиб не просто так. Раз Ирик сам пошел на спецоперацию, то он, наверное, понимал, для чего он там нужен. Это был его выбор. Мой сын погиб за родину, повторяет мама солдата. Ланш Бабанья, Звалмас Камалеф и Людзян Нургалеева. Новости Татарстана.